Есть еще один плагин, который может помочь в такой ситуации. Называется он IgnorePlugin. Как следует из его названия, он позволяет исключать избранные модули из сборки. В данном случае, например, мы хотели бы исключить все локали, кроме русской и английской. IgnorePlugin имеет два аргумента. Первый аргумент – это регулярное выражение, с которым сравнивается путь к файлу. Причем путь имеется в виду именно тот, который указан в require. То есть, например, если это require точка слэш тест, здесь будет точка слэш тест. Если require момент, здесь будет момент. В терминологии веббека это подпадает под понятие request. Второй аргумент необязательный. Контекст RegExp будет сравниваться с директорией, из которой произошел require. Лучше всего IgnorePlugin справляется с исключением конкретных модулей. Например, если бы мы хотели исключить из сборки китайские локали. Китайские локали начинаются вот с такого вот. Соответственно, мы могли бы сделать так. IgnorePlugin и соответствующий RegExp. Теперь, если я сейчас запущу пересборку, то вот эти два файла исчезнут. Раз, два. Видите, они исчезли. Потому что IgnorePlugin их игнорировал. С другой стороны, у нас задача чуть другая. Нам нужно исключить не заданные локали, а все локали, кроме заданных. И здесь IgnorePlugin справляется чуть хуже. На самом деле, существует способ эту задачу решить. Можно сделать вот так вот. Если так поставить, то IgnorePlugin проигнорирует вообще все локали. Вот пересборка и вы видите, что момент включен, а локали нет. Соответственно, локали нужно будет прорекварить отдельно. И здесь может возникнуть резонный вопрос. Что я такое здесь написал и почему оно вообще сработало? Отвечу на этот вопрос так. Сейчас IgnorePlugin является скорее хаком, нежели какой-то реально предсказуемой хорошей реализацией. Действительно, давайте взглянем на документацию. Здесь сказано, IgnorePlugin получает RequestRegExp и ContextRegExp. Предполагается, что если путь к модулю подходит под вот это и под вот это, то он будет игнорироваться. Если же модуль подходит, например, под вот это, но не под вот это, то с таким модулем IgnorePlugin ничего делать не будет. К сожалению, такая логика не выдерживает элементарной проверки. Если сделать IgnorePlugin, который всегда матчит первый путь, но второй путь никогда, то есть по идее любой путь подходит под вот это, но никакой путь не подходит под вот это, то давайте я сейчас запущу Webpack. Вы видите результат, локали проигнорированы. Давайте я это сейчас закомментирую и еще раз вызову, чтобы не было никаких разночтений. Вот, а сейчас локали подключены. Как именно вот такое могло сделать так, чтобы локали не были подключены, в общем-то непонятно из документации. Для этого нужно взглянуть в исходники. В исходники человек, который знаком с внутренностями Webpack'а, может увидеть, что этот плагин работает в двух ситуациях. Первый обычный модуль и второй контекст. Если для обычного модуля он проверяет, видите, и ресурс RegExp и затем контекст RegExp, если есть, то в случае с контекстом он сравнивает ресурс RegExp с директорией, в которой находится контекст. Если вот это подходит под директорию контекста, тогда IgnorePlugin тут же игнорирует содержимое и дальше оно уже не идет. И вот такой вариант, который я показывал ранее, делает в точности то же самое. Является ли такое поведение очевидным из документации? Наверное, нет. Надеюсь, в будущем IgnorePlugin как-то поправит или улучшит документацию, и он будет работать более очевидным образом. Итак, этот выпуск был посвящен продвинутым вариантам использования require. Мы начали с обычных динамических require. То есть require and sure, либо AMD вариант require, которые позволяют выделять нужный нам модуль в отдельный фрагмент сборки и подключать его динамически. Затем мы пошли вперед и посмотрели, как разные фрагменты можно объединять. Если фрагментиков маленьких очень много, то у VPK есть плагины, которые позволяют автоматически объединять их, основываясь на разной логике. Либо можно в require and sure последним аргументом указать имя, и тогда разные require and sure с одним именем сольются в один файл. Дальше мы рассмотрели более сложный вариант обычного require, то есть когда require подключает не просто строку, а выражение. В этом случае, как мы увидели, вебпэк анализирует это выражение и переписывает require в виде специального вызова require.context. То есть создается промежуточный модуль, вебпэк ищет все файлы, которые могут подходить под это выражение и кладет их сборку, и этот модуль позволяет их подключить, а также позволяет посмотреть, какие вообще файлы там есть. Мы также изучили Bundle Loader, который позволяет вынести произвольный модуль в отдельный фрагмент сборки. В нашем примере мы изучали его вместе с require.context, для того чтобы все файлы из контекста были каждой в отдельном фрагменте, чтобы не грузить все вместе. После этого мы рассмотрели пример исправления проблемы, которые возникают при подключении контекста. Дело в том, что многие модули, которые написаны для Node.js, используют такие require, которые вебпэк раскрывает, ну, не совсем корректно. То есть для ноды это обычный, простой require файлы, а вебпэк усовремяет его как контекст и подключает гораздо больше. Чтобы вебпэк не подключал лишнего, можно использовать либо context replacement plugin, либо ignore plugin. При этом context replacement plugin просто поменяет интересующий нас контекст на другой, например, с фильтром на меньшее количество файлов. А ignore plugin может вообще игнорировать какие-то модули, убрать их из сборки. Разумеется, при попытке использовать такой модуль будет ошибка, но если мы точно знаем, что он не нужен, то все отлично. К сожалению, сейчас ignore plugin ведет себя не совсем в соответствии с документацией, особенно это касается работы с контекстом, но надеюсь, что в будущем это исправят. Для простых случаев игнорирования модуля он вполне может подойти.